всем привет друзья меня зовут владимир и сами вредные нот мы начинаем новую игрушку из серии dark pictures это которые были у нас про моряков призраков это которая литл хоп про деревню ведьм было это которые создавали у нас until down это кстати самый гениальный проект а вот как бы ну неплохо но что-то не дотягивает будем надеяться что вот тут они уже учли весь опыт и что-то будет крутое подключил специальный геймпад будем смотреть собственно что вообще происходит посмотрим что за история тут я не знаю о чем речь помню единственное что нам в трейлере еще в литл хоп обещали что-то где-то будет пустыне это будет какие-то морпехи и так далее и судя по всему тут это где-то так и есть вот но давай начнем южка несколько вредно в плане захвата ну вроде как я его победил но посмотрим у меня почему-то знаешь один монитор и на второй монитор дублирует просто от картинку начинает то есть он как-то ну в общем ладно и ведет себя не очень адекватно так а щадящий вы жить будете вас ждет проверка на прочность смерть неизбежно не давай-ка наверно простую новая ячейка до средненькую игру то есть непростая средненькая чтобы использовать геймпад нажмите их чтобы использовать мышь туториала запируется хорошо я x нажал а при этом это один большой плюс этой игры уже мне изначально понравился он поддерживает не только от иксбокса а вот эти вот всякие этим геймпады он поддержку аньку так как они сеяли ветер то и пожинал чего-то там ты устал прочитать я нет у каждого выбора есть последствия некоторые решения спасают жизнь другие же угадайте на ведут к смерти выбирайте с умом по кряка еще на крякать нам тут блин вот просто очень многие игры почему-то иксбокс воспринимает а вот от соньки не хотят хотя от меня тоники гораздо интереснее и углубней подключить геймпад чем вот иксбоксовский не знаю почему иксбокс он труп да хочу глаза не помутнели о как косяк аккад где 1231 года на шер а ну ладно дачу гулять у него дни глаза примерно через полчаса а то и раньше не убивайте молчи мольбы не помогут твоя кровь дань для нашего царя твоя жертва избавит нас от проклятия генерал прости меня царь требует чтобы ты явился боги с тобой пока боли его это же для народа блин от проклятия туда-сюда чё сложно ну хлопнул бы да ушел бы все удача не для псов и не кровожадный ну просто и ну даже завалить нужно и ритуал привести было царь его безумие может погубить нас всех этот храм проклят уж лучше сдохнуть тут чем снаружи от чумы и голода выполняй приказ уже это не шумеры мы прислал тебя погубить мое царство мне это ведомо я вижу все точно ну а сидись этот зал недостойная плата за мои проступки богов что не радует его великолепие гути и близко генерал бог луны направил против нас свое войско я немедля соберу воинов так а что там внизу внизу сотни пленников мой царь чтобы убить их нужно время но у нас не осталось времени неважно кровь этого войска насытит пески мы завершим жертвоприношения а начнем с нее скажи генерал кого ты видишь глядя на нее я не разве не напоминает она твоей дочери сколько ей было бы лет 18 так мало это чума принесла смысле мало вы там лет 30 жили аттилы убей и устойчивость как прикажешь неуверенность а чего нету число мне начало убивать одни подожди давай это давай пока не будем мой царь разве не лучше сохранить ей жизнь она разведчица мы узнаем планы гути нет каждая капля крови приближает нас к спасению пусть она умрет да это просто фанатик поэтому я как пока против спокойно успел и на ман отбились ты бля чё такой злой то а чё делать должен а ну это давай по-любому его дочь была он не спросил это сказал он и и и и и и Красавчик вообще Ты смотри, нифига он молодца Да уж я не успел тебя запереть, ты чё? Чё ты знаешь как-то, это вроде шумеры, но напоминает почему-то каких-то египтян А это вообще МКТП этого напомнил из мумии Ну прям капец-капец По-моему шумеры, да У меня такое ощущение, что он как записывает покадровую Сейчас я проверю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Боги, дайте мне сил На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Да ладно! Ты чё за чужой? Помоги мне! Что это там? Что сделали Акации, чтобы навлечь такой гнев? Мы проклятые. Наш царь проклял нас. Мы думали, демоны выиграли. Напрасно. Царь разграбил храм в Никуре. И строит этот в надежде на прощение. Но боги не слышат. А теперь и он безмолвен. Даже после смерти дочери я не узрел истину. Последовав за Купцом в Белую. Ему участь не должна стать нашей. Это ваш храм. Думай же! Можно пройти через катакомбы. Что, довериться тебе? Выбора нет. Охадец! Стой! В", а-а-а-а-а! Помоги мне. За мной. За этой гробницей есть выход. Что? Да. Гробница для строителей. Идём. Спокойно. Нормальная, нормальная. Я что-то до речи не то, чтобы потерял, но что-то даже забыл, что нужно говорить. Не, нормально. Мне нравится древняя мистика и так далее. В принципе, нравится. Только я не понимаю, пока за кого мы будем играть. Там вроде как всё в настоящем времени происходило. Ну да глянем. Ха! Мыша. Просто крыса. Сейчас всё сидят. Столько смертей. В пустую. Жертвы безумного царя. Так, поднять, повернуть. Ой, фу, скоробей. Так, чтобы двигаться и так далее. Всё, я понял. Мы играем за генерала пока. Дальше уже будем, видимо, смотреть. Вот как-то так должно быть. Посмотрел действительно, как будто там такое, знаешь, как фризы какие-то идут. Немножечко перенастроил тут кое-что. Но это, блин, это вот, я понял, что вот эта линейка игр, она такая немножко вредная была. Вот, а со всеми приходится вот так вот выделываться немного. Но, тем не менее, вроде как всё настроили, всё хорошо должно быть. Смотри, трупак. А, нет, смотри. Это этот тут. Тот не гритосик. Хорошо. Это вот этот, наш. Друган, братан, почти сестра. А, он отсюда, в смысле, подожди, он отсюда полезет. Так он упадёт сейчас. Ха! А я знаю твоё будущее. А, использую это, чтобы осмотреться. Здесь может быть скрытая информация. Чего? Как? Мы прокляты за наше деяние. Зачем ваш царь разграбил храм? Что? Мозгов ума палата. Деньги. Слава. Да. Да. Ладно, пойдём. Убираться отсюда. Погоди. А мы не отсюда пришли-то? Не, мы отсюда. Оттуда. Ну-ка, давай сюда. Иди. Помоги мне. А вот что-то как-то вот... Как будто вот... Именно в анимации, вот в этой вот, когда вот включается мультик типа, кат-сцена, по... Такое ощущение, что мне в ниху подтормаживает. Не, он как-то с захват какой-то странный идёт, как-то... Ну, не знаю, может быть, мне кажется, правда. Ты первый. Бояться нечего. Ты первый. Хе-хе-хе-хе. Что у тебя за украшение? Ты давай с тем это неслась. Давай, вместе, пока. Дурак моего врага. Мой друг. Соратники. А чё делаю? Буф! Он же с мечом к нему повернулся, нет? Типа убрал его, а потом с мечом повернулся. И мне, подожди, показалось. Ну, вот такие ляпы, блин, у них чеченьки такая бывали. Ну, дай сюда. Я не знаю, поэтому по сюда иду. А чё так близко-то? Так неудобно. Мы здесь не одни. Ни хера себе, это кто у вас такой? По-любому, по-зузу, да? Да по-любому. Я не знаю, там древних богов этих, тем более шумерских. Ну, я смотрел Симпсоны. Там морда была похожая. Звали по-зузу. Сюда. Конечно, сейчас хрень вылезет. А, не, нам хрень не покажут, чё-то я. Она может и вылезет, но нам не покажут. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Диабло первое вылезет. Давай-давай, я успел, нормально, нажал. Щемим, щемим, спокойно. В панике, ну, спокойно. Вообще, странно, если эта тварь вылезла там, и куда-то она залезла там, и он, типа, безопасно тут. А что они ожидали там? Выхода нет. Нам надо биться вместе. Нет, если побежать... Умрем оба. Готовь меч. Давай, давай сражаться. Ты же консультант генерал, вроде как адекватный и так далее был. Надо! Надо. А покажите, с кем дерусь. Бляха, не успел. Да я нажимал, но я чуть-чуть не успел. Вот вон я даже нажал. Да, конечно, его сейчас убьют. Да ладно, дай мне еще там, это, один раз таки блядь. Да, конечно, даст он мне, ага. Мне кажется, все равно бы убили. Не сейчас так попозже. Там, за второго, третьего оба раза. Мне кажется, это даже по сценарию так. Хотя, может быть, кто смотрел, уже может мне рассказать. Опа, чужой. Да, да их бы завалили. Это... У них, в принципе, я помню, такая была так субительная часть, когда... Ну, ты играешь, вроде как, пытаешься спасти что-то, а там никак не получится по сценарию так. Это то же самое было. Давай мы, наверное, тут как-то пропустим. Можно, нет? Он сейчас опять будет петь, а потом Ютуб будет ругаться. Ну, ладно, будет, так будет. Чего уж там. Сейчас, чувак, в цилиндрике. Или кто, он в шляпке придет, в котелке. Вот. Вот он. С понтом так. Как там, хранитель истории? Как так называется, я не помню уже. Мужик прикольный. Кто не играл в эту вообще вот серию, в принципе, не играл, не видел, так далее. Очень советую. Есть на что... Так, даже, во что поиграть, на что посмотреть. Есть ляпы, много ляпов. Кому как, как бы, ну не знаю, мне вот почему-то южка прям заходит. Вот. А там, кстати, песня другая в этот раз. Там была, типа, вот смерть, что-то такое. Тоже английская. Ну, английская, английская. По-английски пели. Но, ее может тут не быть. Это все от Ютуба зависит. Реально все зависит от Ютуба. Я уверен, что Ютубу страйк кинет. Ну, не страйк, это копирайт. Вряд ли они эту песню писали. Вы стоите на самом краю проплости. Ваше благополучие зависит от ваших решений. Они станут компасом на пути в неизвестность. Найдете ли вы путь к спасению? Ты смотри, у нее все еще стоят этот, как по звезде-то, в петограмме. По-любому. Ну-ка сверху покажите ответ. Буду откровенен. Вам предстоит принять непростые решения. Решения, которые повлияют на чужие жизни. И последствия этих решений очевидны не сразу. Полагаю, вам интересно, кто я и где вы. Я хранитель. Коллекционер историй. Я слежу за всем, что вы делаете. Записываю. Каждое решение. И каждую ошибку. Это мое хранилище. В нем столько нерассказанных историй. Истории о друзьях и врагах. Верности и предательстве. Жизни. И смерти. Я здесь. Не за тем, чтобы помогать вам. Впрочем, мне случалось нарушать правила время от времени. Погрузиться в неизвестность в одиночку необычайно смело. Или необычайно глупо. Но, возможно, у вас есть потенциал. Позвольте дать вам небольшой совет. Время от времени вам будут встречаться изображения, указывающие на возможный исход событий. Присмотритесь. Они могут предсказать будущее, которого вам лучше избегать. Но, увы, наше время на исходе. Скоро мы встретимся и оценим ваши успехи. Или неудачи. Этот лекарь-пекарь нам сейчас мозг будет промывать каждый, наверное, серию. А можно даже не по разу. Ирак. 2003 год. Но мужик, на самом деле, он такой, по приколу. То есть он тут именно ведет тебя. Вот это для тех, кто не видел, не знает. Дает такие подсказки, намеки. Ни хрена непонятные. Ну, дает. Джейсон Колчик, первый лейтенант розетки КМП США. Уверенность, нетерпимость. Как вы? Эрик Кинг, полковник ВВС США. Разум не уверен. Какой нахер полковник? Улет-то сколько, блин? Ладше мне, блин. Добро пожаловать. Полковник. У вас все готово? Высирана, блин. Я трону тогда, когда нужно. Я старше по званию. Приступим. Вот, прочтите. Какой на полковниках лет 25-30 от силы? Во дворце Новый Царь. Похож на то. Ты девка? А ты? Ну, мой ассистент, наверное. Мой ассистент Клариса Стоукс. Доктор Клариса Стоукс. А ты доктор, да тебе... Я в универе поступал, старше тебя был. Черт. Куда идти? Они не могли рожи топать, как ты, постарше сделать. Ну, что значит, полковник и доктор, блин. Да и, блин, и постш... Да все, проехали, короче. Куда нахер, блин? С бакалавра старшим. А, ну, ассистент сразу видно. Намана. А, нет, да это другие. Ну, ладно, тоже ассистент. По-любому. В чем дело? Что-то не так? Рэчел Кинг, старший офицер ЦРУ. Команда, грубость. Никки. Сержант розетки КМП США. За счет и романтика. Может, это наш последний раз. Да, я даже этот старше, чем те двое. Вместе взятых. Я был на краю. Но за эти недели ты так помогла мне. Я бы не выжил без тебя. Корыча в кабин, играть надо. Рэчел Кинг. Полковник Кинг требовал на базу, мэм. Идет в конференц-зал. Дайте пять минут. Черт, это он. Подожди, муж? Кто твой муж? Ха! Шлюха. Пора ему во всем признаться. Приведи себя в порядок. Рэчел. Так ты ему расскажешь про нас. Сержант, рот закрой. Между вами все давно закончилось, так? Серж, ты что докопался-то? Подожди. Иди в жопу. Нам нужно взять паузу. В смысле? Мастер, рот закрой. Спаришь команду всю. Все кончено? Да. Так ты решила? Да. Именно, я так решила. Мой муж приехал. Все, давай, лесом это вон туда. Господи, а как ты себе это представлял? Даже в пустыне. Мы должны пока держаться на расстоянии. Похоже на приказ моем. Капитан, тупой. Я понял. Ладно. Молодец, вози из полки пирожок. Понятлив ты мой. Черт. Да ты так-то тоже дура. Ладно бы с генералом спала, да с каким-то сержантиком. Хе. Не ума, не фантазии. Зато идти поесть. Я предлагаю их двоих первых завалить. А ну как завалить? Случайно на ту кнопочку нажать. Извиняюсь за шум и беспорядок. Мы сюда недавно прибыли. Охренеть. Че что за робот реально такая укуриная? Пахлаву жевала. Какой-то... Ох ты, бассейн. Ему ногти стриг. Как мило. Видел бы он, что стало с этим местом. Красота. У нас тут СРУ, у нас тут армия, морпехи, развивки. Светка, ВВС. Приглашены все. Сколько ему лет? Вот давай, посмотрим. Вот в комментариях пиши, сколько ему лет. Ну он может ли он быть полковником? Да че за гон? Не может он был полковником? Ну 25, ну 30-ка максимум. Я не знаю, если он там хорошо занимался там, я не знаю, ЗОЖ, фрукты, овощи и так далее. Там без мяса еще что-нибудь такое. Нервы не трепали. Ну 35, ну это не возраст полковника. Ну че за это? А это не возраст доктора. Что значит доктор? Я так понимаю, что доктор имеется ввиду не медицины, не медицины. Если бы это как бы медик был, то да, базары нет, вопросов нету. Но я так понимаю, типа какой-нибудь доктор наук какой-нибудь, как обычно, они любят. Присоединяйся. Может научишься чем-нибудь. Позже. У нас гости. Что ж, может дамочка хочет посмотреть, как я потею. Подстрахуешь, девчуля? Мне и отсюда видно достаточно. Слышь? Чмо лысая. Полковник зданий, блин. Че, пыль на пол, блин, взвлазь зданий. Че на фигня? Сержант Кей. Это полковник Кинг. Я веду его в конференц-зал. Окей, сейчас подойду. Вот потому у них такая армия беспонтова в Америке. Передовой полковника. А, да. А с ним что-нибудь? Эй, подстрахуй. Постой-ка, я потею. У нас пробую так сказать, блин. Сразу под трибунал куда-нибудь. Погиб гражданский. Ник был в шоке. К бою готов? Он морпех, сэр. Готов. О, ну хоть че-то. Правда, блин. Как же мы все знаем, какие у них морпехи крутые. Скока-колой на войну ездят. Не, не надо. Чем больше бумажек, тем меньше шансов словить пулю. О, один нормальный этот, видно. А это выходит тот самый с моего спутником? Слышь, ты хирил что ли? Полковник Эрик Кинг. И если не ошибаюсь, младший капрал, это означает, что я ваш командир. Ты прикинь, да? О, че, он не гонит. Стал постройки смирно, блин. Дай полковнику полный доступ. Во! Молодец! Смотри у меня. То есть с тараканами гигантские воевать. Алик этому креслу. Говорю вам. Когда Альфа, сука, об этом узнает, лопнет от злости. Слышь, еще не понял. Ты берегата не попутала? Вы говорите о моей жене. А, простите, я не знал. Отлично, понял. Ты, смотри, они вообще расслабились, да, черти? Сейчас я тут построю власть, блин, и коммунизм. Ну, че там, не коммунизм, че они там проталкивают-то, блин? Демократию построим сейчас тут на Кубе. Сэр, мне очень жаль. Рэйчел не сказала, что замуж. Мы не виделись почти год. Значит, она теперь Альфа, сука? Громкий титул. Да, ты Альфа, коммунизм, судя по всему. Это мы так выражаем симпатию. Почтение. Да ладно, все, на косяк ты ходячий. В разведку пойдешь. В самую опасную зону. Все, встрял ты. Так, сейчас все будет. Итого, мы больше полчаса смотрели мультики. В этом я не секунду. Давай на этом пока мы закончим. Все ссылки будут в описании под видео. Игрушку будем проходить. Игрушка, ну, не знаю, насколько она будет интересна. Нет, эта серия. Но остальные мне очень понравились. Так что на эту я тоже большие надежды возлагаю. В общем, ладно, на этом все. Все ссылки в описании. Серия понравилась с большой палец вверх. Оставляй комментарий. И подписывайся на канал, если еще не подписан. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok